Здравствуйте! Это программа Диалоги, второй выпуск. Мы продолжаем общаться вместе с нами сегодня в студии Боец смешанных единоборств, президент Федерации универсального боя России Сергей Харитонов и также вместе с нами президент Федерации подкрытия на Самарской области, боец смешанных народов, единоборств Ромис Тереголов. Здравствуйте! Добрый день! В первом выпуске мы говорили о том, как проходили бои, говорили о фрик-боях, о разных планах. Вот сегодня хочется поговорить о том, что не успели в предыдущем выпуске, о том, что передаете опыт молодым бойцам. Часто ли это происходит, мастер-классы, как это реагирует в регионах? Очень часто, скажу, что проходит это. Я после своих поединков, обычно у меня неделя-две всегда есть отдых, перерывы такого. Я стараюсь, конечно, большую часть времени уделить своей семье, но очень много ездим по регионам. Например, в большей степени, как бы ни казалось странно, я езжу в Владивосток, Хабаровск, на Дальний Восток, в ту сторону, Иркутск. Там провожу много мастер-классов. Честно, я удивлен стремлением тех ребят, казалось бы, где-то далеко, от Москвы. Я никогда не думал, что такое огромное количество людей занимается нашим видом спорта. Так что там одно удовольствие проводить мастер-классы, ребята спрашивают. И смотришь, даже вот каждый раз приезжаешь, смотришь, уже парни вырастают, перерастаются. Я так обычно это делаю с какими-то соревнованиями совмещают. Турнир, мастер-класс или, например, мастер-класс, потом турнир. В общем, ездим, видим, как ребята растут, повышают свои определенные какие-то физические, технические навыки. Растут, вырастают, уже приезжали. Вот недавно у меня там на мастер-классе был, сегодня смотрим, уже чемпионский пояс. Это приятно очень вдвойне, да. А так ездим и по регионам, и многое на Кавказе бываем, и в средней полосе. И в общем, по всей России, по возможности, где есть друзья, где приглашают, по возможности ездим, приезжаем, проводим. Вот и вместе с Рамисом тоже неоднократно проводили. Кстати, мы в Кабардино-Балкарии проводили, в Карачао-Черкесии вместе. Также вот мастер-классы проводили, прошлый год проводили мастер-класс, так что... Ну а в Самаре Рамис, если вот тебе... Мы тоже проводили вместе, мы вообще познакомились. В Тольятти. В Тольятти мы проводили первый мастер-класс, Рамис, наверное, 2007-2008 год был, да, где-то? Восьмой, да. Восьмой, седьмой, я помню, что седьмой, восьмой год вместе проводили. Я в Сочи вот сейчас проводил мастер-класс для самбистов, да. Очень отрадно, мне было вот приятно, после мастер-класса дети все слушали, да, и вот не хотел эту тему затрагивать. Но ко мне подошел молодой спортсмен, юный такой, кстати, тренер сказал, что он подает надежды и сказал, вот я хочу тоже выступать, занять спортом. Как вы относитесь к одному небезызвестному певцу, не хочу просто называть его фамилию, но все догадались, у него три шестерки набито на голове, на лице. Вот, и он сказал, дословно цитирую этого, я просто не хочу этого черта слушать, вот дословно. И мне, знаете, на самом деле приятно стало, что наша молодежь еще не потеряна, просто ими нужно заниматься. И вот мы как раз таки и стараемся, и это делаем. И у нас как бы еще очень много работы и у Сергея, и у меня как бы, ну а на нашем поприще, где мы растим вот и даем возможность молодым спортсменам выступать, очень много работы на самом деле. Ну вот на самом деле вот спорт сейчас, да, вот бичи современности, это интернет, это постоянно зависало, там насколько действительно спорт может помочь подросткам уйти вот от этих, я не знаю, там павных привычек и всего вот этого негативного, как считаете, Рамис? Я считаю, что только спорт и поможет увестись, увести от этого, потому что, знаете, вот как вот Сергей и я, мы вместе служили, как бы не вместе, вернее, оба служили в армии, Сергей подольше, чем я, да, у нас была такая пословица, чем бы солдат не занимался, лишь бы он устал, как говорится, там немножко другое продолжение. То же самое и здесь, когда у ребенка слишком много свободного времени, он начинает лазить в интернете, смотреть всякую ерунду в группах, которые потом приводят к самоубийству, мы с вами, кстати, обсуждали эту тему, а буквально через неделю два подростка как бы скинулись, ну все знают эту как бы историю. То же самое, поэтому ребенка нужно максимально всякими секциями, каким-то изучением языков, инструмент, ну где-то на гитаре играет, либо на гармошке, нужно ребенка чем-то занять. Когда у ребенка много свободного времени, он занимается ерундой, поэтому я считаю, что и спорт в том числе, он и ведет ребенка вот от этой всякой ерунды. Сергей, в вашу жизнь спорт начался в каком возрасте? У меня отец спортсмен сам, тренер по боксу, строитель сам по своей профессии, всегда тренировал после работы ребят, мама тренер по волейболу, хотя воспитали детского сада по профессии, тоже после работы проводила вечером тренировки. Да, спорт для меня, ну, понимаете, я сказал про своих родителей, да, то есть отец с детства меня, вот мне уже там два-три годика, я уже там бегал, у меня закалял, я большое количество раз отжимался, приседал там. И по большому счету спорт был со мной всегда, я был правильно, вот Роме сказал, что нечего там молодежи, чтобы не сидели в интернете, надо их чем-то занять. Меня занимали, я, то есть, скажем так, всякими разными вещами, отец говорил, сегодня ты должен сделать, например, все просто, да, должен сделать там 100 отжиманий, там 200 приседаний. К вечеру приду, не сделаешь там, накажу, там, образно говоря, или там стимул какой-то мне давал, там, грубо говоря, там, я когда колол у бабушки дрова, это один тоже был, когда уже чуть подрос, там, там, не было сколько там, первый класс, там, вот разрубишь, например, там машину дров, вот там тебе шоколадка, там, образно говоря, или там какое-то поощрение. Тоже по-своему ребенка где-то может чем-то заинтересовать, пока он маленький, пока у него еще нет своих вот, каких-то таких вот, не знаю, мыслей, чтобы там чего-то добиться, да, то есть ребенка надо как-то завлечь, как-то занять, правильно, вот, а потом уже все потихоньку-потихоньку я вот действительно влился, когда вот начались вот эти фильмы все, когда вспомнил, когда видеомагнитофона же у нас не было, там, это только было, было, был видеомагнитофон в то время только вот таких вот серьезных людей, кто, кто смог там, откуда-то его изгородить, границы привести или так далее, то есть мы там смотрели где-то в кинозалах, подсматривали там Брюс Ли, роль Шварценеггера там и так далее, да, и мы росли вот на этих фильмах, да, для нас были кумиры, вот такие вот люди, и мы по большому счету были самоучками поначалу, где-то там нас родители вели, да, но нам было интересно вот эти вертушки там крутить в свое время, там, кирпичи разбивать, там, кулаки укреплять, там, били там по дереву, что-то, что-то они делали, много делали ошибок, я в том числе, когда вот сейчас, провожу мастер-класс, всегда говорю, ребята, не делайте ошибки, слушайте своих тренеров, наставников, чтобы там не только вот мы, где были самоучками, да, по фильмам, да, а чтобы они их именно правильно вели, так что... А было спустя годы, что возможно было с кем-то встретиться из кумиров своего детства? Да, я много встречался с кем-то из кумиров своего детства, и со Сталлоне встречался, и со Шварценеггером встречался, ну, Жан-Клод Ван Дамм, Майк Тайсон, ну, если перечислять, много с кем вот из таких известных людей удавалось как-то в жизни на мероприятиях вместе быть, ну, с кем-то в Америке пересекались, там даже просто... Ну, там нет такого, знаете, что вот там тот же Шварценеггер может спокойно там прийти, вот он в кафе сидит, раз подошел, сфотографировался, все нормально. У нас как бы так, кто такие суперзвезды, они в основном ходят по таким подведениям, где простому человеку непросто там подойти, сфотографироваться, да, вот в Америке они к этому как-то попроще относятся, и... Ну, вы, Сергей, сами публичный человек, с обратной стороной этой публичности приходило сталкиваться, когда к вам подойти, сфотографироваться? Конечно, конечно, постоянно я к этому нормально отношусь, вот иногда даже вот устаешь, даже идешь с тренировкой, устал, где-то раз человек подходит, Сергей может сфотографироваться, я нас сфотографировался, раз, другой, третий, четвертый, пятый, я не отказываю людям. Бывает такое, что, например, на мероприятие мы приехали, например, в Хабарске, вот, пару лет назад, когда еще до пандемии было мероприятие, тоже стоял, а турнир уже вот-вот должен начаться, я должен там слово на открытие сказать, и люди со мной фотографируются, мы там час стали фотографировались, два стали фотографироваться, уже надо бежать на открытие, и говорю, ребята, извините, пожалуйста, я сейчас схожу, сфотографируй, не сфотографируйте, а скажу слово, и потом вернусь. Все хорошо, люди поняли, восприняли, нормально, я пошел, открыл турнир, вернулся и дальше продолжил фотографироваться, я не могу людей вот просто взять и, вот, мне не хочется фотографироваться, до свидания, идите, есть такие спортсмены, не будут называть фамилии в нашем спорте, просто я был свидетелем несколько раз таких вещей, что они там прям, там ребенок подходит, он его там куда-то посылает в другую сторону, там подходит человек сфотографироваться, он говорит, все, до свидания, я уже устал фотографироваться, я так не могу сказать, я, ну я, что, человек с простого, с простого поселка, Плесецкая Архангельская область, всегда в деревне вырос всю жизнь, так что я так же к людям отношусь, как и хочу, чтобы относились ко мне. Мы в прошлом выпуске говорили про фрик-бои и то, что блогеры выходят на эти бои, а бывает такая ситуация, что спортсмены становятся блогерами, дабы привлечь к себе дополнительный турнир? Почему нет, почему нет, я в этом тоже ничего не вижу, я вот никакой не блогер, у меня там 100 тысяч подписчиков в инстаграм, это минимальное количество, я считаю, для того, сколько бы могло быть у меня, я считаю, что у меня там не меньше 2-3 миллионов могло бы быть подписчиков, если бы я хотел, если бы я развивал свою страницу, но у меня такой цели какой-то в жизни нету, я вот добился определенных результатов в спорте, мне этого достаточно, мне вот супер какая-то бешеная популярность не нужна, то, что меня узнают на улицах, там как бы люди по моим боям, по моим каким-то поступкам и так далее, мне этого достаточно, но в этом не вижу ничего плохого, почему? Человек хочет развивать себя, а за счет этого может и вот это даже по-своему мотивирует, я знаю таких людей, которые, например, вот так не доставишь его даже тренироваться, сколько ему что-то делать, а вот он на камеру, на камеру, он будет там отжиматься, подтягиваться, показывать, вести здоровый образ жизни, это тоже по-своему мотивирует, так что кто-то этим зарабатывает деньги, делать какую-то рекламу, это нынешнее время, надо идти, повторяю, в ногу со временем, мы не можем жить вчерашним днем, вчера было так, а сегодня многие так разговаривают, вот я там, свое время там, я там такие деньги зарабатывал, я там себя так чувствовал, а сегодня что? Ну, сегодня уже время ушло, надо идти в ногу со временем, я повторяю, надо идти, 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 вот вместе вот слушать, учить молодежь, но и прислушиваться к нему мнению, потому что сейчас я так называю дети индига, такое бывает, смотришь, дети, я, например, там в телефоне много чего не знаю, мне, меня дочь берет, я говорю, дочка, я что-то вот как-то копаюсь здесь, не могу, дочь мне, раз, 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 пять секунд, она мне уже сделала все, я говорю, как так? Потому что дети, они уже по-своему, где-то они, их надо учить, а где-то они уже чего-то могут и нас научить, так что я такой человек, что надо прислушиваться к нению и подрастающего поколения. Хромис, а ты как-то считаешь, надо вот повышать публичность спортсмена, то есть вот соответствовать всем этим новым трендам? Я всегда вот, в том числе и в Сочи сейчас проводил мастер-класс, да, всегда говорил, что мы, спортсмены, вот у кого-то больше здесь, у кого-то меньше, да, мы вообще в целом занимаемся своим любимым делом, мы там деремся, выступаем, а известность это всего лишь побочный продукт того, чем мы занимаемся, потому что людям интересно, есть определенная медийность, да, которая в итоге вот вылазит в эту известность. Да, когда ты известный, как бы можно, так скажем, тебя все подороже продать, да, она, конечно, нужна, и следить нужно, но нужно не забывать, что за нами смотрит наше более молодое поколение, и нужно иногда не переходить определенную грань, потому что молодежь смотрит на тебя, молодежь следует тебе, и поэтому нужно думать, что ты уже не один, у тебя есть определенная ответственность, и этому нужно четко следовать. Вот если мы сейчас говорим о тех мастер-классах, вот когда встречаемся с молодыми спортсменами, что чаще всего задают то, о чем спрашивают, ну, помимо как-то технических моментов, ну, я не знаю, формула успеха чемпиона, например. Да, я, например, я обычно вот делаю так, построил всех, поговорили, задайте вопросы какие-то там, ребята, ну, образовер, когда там, как вы там пришли в спорт, как там, а в детстве родители заставляли ли вас там чему-то там, каким-то, каким-то, с чего вы начали, с бокса или с ударки, с ударки или с борьбы, например, да, точнее, да, я немножко оговорился. Вопросов на самом деле большое количество, я стараюсь рассказать свою жизнь, вот, рассказать, вот, то есть построил ребят, там, там, мастер-классы бывают с разным количеством людей, там, 10, 20, 50, 100, там, 300 человек, по-разному было, да, я поговорил, пообщался, а потом приступаю к мастер-классу, например, к поведению мастер-класса, где-то стараюсь, вот, мне говорят, Сергей, да не надо, там, час, немножко, час-полтора, там, кто-то говорит, минут 40, там, проведи мастер-класс, небольшую тренировку, у меня это не получается, у меня обычный мастер-класс проходит, там, 3-4 часа доходит, потому что начинаешь, как бы, что-то, хочется ребятам максимально как-то вот это все рассказать, показать, а вот там за 40 минут, там, что-то за час ничего не успеешь. Вопросы, вот, любые, такие же, как вот у всех, я повторяю, там, даже, вот, подходят, говорят, сколько вы зарабатываете, я тоже говорил, это тоже немаловажный вопрос у молодежи, потому что все хотят, я понимаю, молодое поколение, они хотят не только, как будто, заниматься, это тоже стимул определенный, заработок денег, но я не считаю, что это правильный стимул, ну, что сделать, я повторяю, надо слушать молодое поколение подрастающее, что они хотят, как это мотивировать, когда-то я, вот, повторяю в детстве, когда мне, я, я, я рассказывал в прошлой передаче, да, о том, что вот я, там, колол дрова, там, мне отец сказал, там, расколол, расколол, там, машину, машину дров-то, немало, да, вот тебе шоколадка, тоже я был мотивирован, да, я вот сегодня ее раскалю, шоколадку вечером получу. У нынешней молодежи другие ценности, мы даже, вот, я смотрю, как, я повторяю, наши дети, там, телефонами, там, играются, да, я даже, мне, у нас дома телефона не было никогда, мы там, я к соседям ходил, звонил, там, куда-то надо было позвонить, да, потом уже телефон купили, уже позже, то есть, раньше тоже, даже это была какая-то, не у всех были телефоны, а сейчас телефон есть, вообще, я не знаю, у кого телефона нет, мне кажется, даже у людей, которые даже нигде не работают, даже, просто где-то даже на улицах живут, есть такие, у них все равно есть телефон, то есть, телефон есть сейчас у каждого человека, из-за этого, как бы, надо идти, я повторяю, ногу со временем, надо слушать, что хочет, что хочет молодежь. Вот если молодежь хочет прийти в смешанное единоборство, наверное, я вот сейчас из старых паттернов, пожалуй, рассуждаю, должно этому предчатывать какой-то спортивный опыт, да, у каждого у вас был сначала опыт, там, бокс, там, или, там, борьба, там, или еще, и потом это вернулось, либо это сразу все может начать? Ну, сегодня, да, сегодня это как вид спорта, смешанное единоборство, там, рукопашный бой, боевое самбо и так далее, это все, это любой панкратион, вот, Рамис, да, трудится в этой сфере, да, то есть, любое, вот, вот это направление ведет рано или поздно к профессиональному спорту, да, я знаю, там, некоторые, вот, например, я, вот, Мэдмитрион, боец, я помню, выиграл у него, он такой прям, там, везде, он вообще с американского футбола пришел, вот вообще американский футболист, я думаю, что он такой боец был там, он чисто американский футболист, просто был крепкий физически, бегал там, прыгал там, немножко иногда по мешку стучал где-то, пришел в UFC, он долгое время был в десятке лучших спортсменов UFC, сейчас в десятке лучших спортсменов Беллатор, то есть, вот, тоже определенное подспорье, да, лыжи, хоккей, там, плавание, да, что угодно, с любого вида спорта человек, пока молодой, он может перестроиться, и любой вид спорта, любой вид спорта, он дает определенные подспорья, где-то в физическом плане, где-то в техническом плане, кто-то, вот, я повторяю, сейчас начинает прям с самого детства уже заниматься прям смешанными для борцов, тут, обязательно человек, вот, правильно Рами сказал, что нужно, вот, молодой человек должен быть чем-то занять, я тоже музыкальную школу закончил, я также по классу аккордеона, я тоже, меня родители пихали, давай туда, давай сюда, пробуй там, 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 я нисколько не жалею, что я такой, конечно, я сейчас играю так, если мне надо там недельку-две потренироваться, чтобы вспомнить все, там играть, мелочи какие-то я бы сыграл, конечно, но, ребенок должен быть занят, 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 и мы в детстве были заняты, потому что у нас не было телефонов, у нас не было, мы чем-то были все другим заняты, да, как-то так. Сейчас хватает времени на что-то другое, тот же момент переключиться там на другой вид спорта, ну, там, я не знаю, то есть, там, зимой там на лыжах походить, там, или еще что-то, Да, конечно, на лыжах с удовольствием, и на горных лыжах прокачусь, и на катке с удовольствием покатаюсь, поплаваю обязательно, футбол поиграю, вот, Рами со мной на сборах часто бывает, мы частенько играем, он бывает устал, устал от всего, играем в регби, там, футбол, играем в какие-то там, ну, такие разные, это обязательно должно быть, игровые виды спорта вообще должны быть, в нашем виде спорта присутствуют такие элементы, которые, вот, связаны, как с игровыми видами спорта, игровые, когда занимаешься игровыми видами спорта, более разносторонним, более, скажем так, физически развит, потому что они много, много, много чего развивают, так что это надо, вот, где-то и зациклили, например, вот там, на одном виде борцы, вот что-то есть, вот он борется, 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 потом раз, где-то поиграл там в регби, раз, переключился, блин, классно, ну, в основном даже борцы, они все играют, вот, если тренер грамотный, то всегда делает разные сборы, например, тут может сборы сделать такие более функциональные, там можно и поиграть в баскет, там, и в регби, и в настольный теннис поиграть, там, где-то в волейбольчик, баскетбольчик, то есть грамотный тренер, он все равно делает так, чтобы спортсмены были более общеразвиты, и в игровом плане, и там, и в физическом плане. А в смешанных единоборствах есть определенный возрастной ценз, такая планка, когда уже дальше? Да, конечно, есть, конечно, есть, но заниматься там можно хоть до 60 лет, выступать можно до 60, а бить будут, и все, по большому счету, а так примерно, примерно, вот, самая прухла у спортсмена идет, вот, от 20 до 40 лет, то есть я уже, мне 40 лет сегодня, я уже в рамке немножко ветеранов, да, я иду, я, конечно, выступаю, я уверен, что я добьюсь, чего я хочу, но, надо понимать все равно, когда тебе 20 лет, как травмы твои восстанавливаются быстрее намного, я вспоминаю 20 лет, там, 18, 19, 20, 21, 22, я помню, где-то раз там ударился, раз, прошло 3-4 дня, дальше уже тренируюсь, сейчас же где-то раз, что-то потянуло, растянуло, но у тебя месяц-два болит уже, и это уже быстрее, травма не так быстро восстанавливается, хочешь, не хочешь? Даже есть информация, что вот вы выиграли даже со сломанной рукой. Со сломанной рукой неоднократно выигрывал, это она в рукопашке раньше было, это очень часто, раз, раз об эту маску железную дашь, раз, там, рука, палец сломал, и ты бьешься дальше, не останавливаешься, а куда, ты остановишься, палец сломал, ты уже, все, бой идет, ты где-то в это, в бою это уже как бы там понеслась и все, палец там, руку сломал, ребра там сломали, ногу там отбили, где-то связка там какая-то, ты бьешься до конца, ты уже, потом уже после боя начинаешь там себя там всякими заморозками там, таблетками и так далее, перебинтованиями, и даже если бывает раз сломал там что-то где-то, или руку, или засинул связку, раз, завтра дальше биться, все, команда, надо биться, у тебя зависит очень много от твоего выступления, раз, перевинтовал и пошел дальше выступать, это нормально, среди спортивных говорят, борцы говорят, борцу не больно, борцу приятно, еще говорят, как борец забарывает свои травмы, это не сильно так, чем когда ты вот в молодости в особенности получил какую-то травму, когда-нибудь просто отдыхаешь, да она зарастает, когда ты тренируешься, может быть нагрузку не делаешь там на ногу или на руку, а больше тренируешься, у тебя быстрее, потому что кровообращение постоянно, постоянно желание, ты быстрее даже поправляешься, зарастаешь, так что здесь. Если к масштабному сейчас вернуться к такому моменту, вот на посту президента Федерации универсального боя России, вот что в планах сейчас уже планируются, какие-то уже есть? Да можно говорить, можно дифирамбы петь, что я там супер, там подниму федерацию, там все у меня будет развивать, развивать, начинаем, вот только я вот два дня стал, два дня назад стал президентом, я не могу сейчас, вот сейчас я там город сверну, не бывает, не бывает так, на это я думаю, что уйдет там полгода, год уйдет, чтобы что-то поменять, я думаю, мне помогут и, повторяю, президента Федерации и не только универсального боя, вот Ромис, например, является у нас здесь президентом Федерации Панкратиона, я думаю, что он тоже, будем сотрудничать вместе, помогать и мои где-то ребята, кто там выступают в универсалке, будут в Панкратионе выступать, у него его ребята с удовольствием, я думаю, я думаю, для повышения своих каких-то навыков будут в универсальном бою выступать, почему, потому что универсальный бой, он тоже по-своему такой интересный вид спорта, там у нас присутствует полоса препятствий, в которой там есть и рукоход, там бревно, тоннель, метание ножей, стрельба из пистолета, то есть это тоже интересный по-своему для для общего развития, это тоже очень сильно поможет, мы даже вот сейчас, многие не говорят, что в нашем виде спорта бойцы, которые выступали, они сейчас выступают в UFC, например, я сам даже не знал этого, что Сергей Павлович, который сейчас выступает в UFC, он также является чемпионом России, чемпионом мира по универсальному бою, вот тоже боец, который сейчас от России выступает в UFC, то есть это хорошее также подспорье, как любой вид спорта, я повторяю, я пример приводил уже, с американского футбола пришел в Митрион, в десятку вошел лучших бойцов в UFC, это же круто, то есть можно и американский футбол, я повторяю, заниматься спортом, с легкой атлетикой, с тяжелой атлетикой, с любого вида спорта можно прийти в наш вид спорта, главное, чтобы, повторяю, человек был, шел, стремился, тренировался, это самое главное, главное, когда у человека есть цель, он прогрессирует, когда человек без цели, это уже, ну, нельзя сказать мертвый человек, да, но это человек уже деградирует. Это логическое завершение нашей программы, когда у человека есть цель, он прогрессирует, он занимается спортом, развивается и идет дальше, может быть, что-то хотел Рамис добавить, мы постепенно близимся к финалу, вот и сегодняшний день. Что мне добавить, Сергей сказал все правильно и по делу, так скажем, да, я, на самом деле, Серега может уже и начинает осознавать, ему очень много работы предстоит, я бы хотел бы ему пожелать удачи, а мы, как говорится, чем сможем, всегда готовы ему помочь и Сергей знает, что у нас есть уже как бы связи и по всей России, по округу, мы всегда готовы поддержать этот вид спорта и... Огромное спасибо, что нашли время сегодня пообщаться с нами, побывать в этой студии и в завершении несколько слов поздравлений телекомпании SCART, которая празднует 31-летие от вас, друзья. Да, с удовольствием, я повторяю, что уже не первый раз здесь у вас на SCART выступаю, да, молодцы, видно, что уже, как говорится, годами, годами зарабатываете авторитет, хотелось бы пожелать вам процветания, чтобы я еще не раз побывал, поприсутствовал на вашей передаче и, может быть, по каким-то интересным событиям, может быть, я проходил здесь когда чемпионат мира, может, мы его проведем, ну, может, не в этом году, не в следующем, но через год, через два, через три на протяжении того времени, когда я буду президентом Федерации. Самара отличный, классный город, так что, повторяю, он нам не, скажем так, по большому счету, родной город нам. Почему? Потому что, наверное, по-своему где-то отсюда и пошло мое становление, ну, мое становление пошло в Сочи, я в Сочи первый раз первый бой провел по ММА, да, но, тем не менее, это чемпионат мира меня, который прошел здесь, тоже меня по-своему здесь подзвикс, подтолкнул, да, здесь я, кстати, стал финалистом чемпионата России, по боксу в этом городе, так что и ваш телеканал Скат и город Самара мне очень близки и по духу, и по моим спортивным достижениям, так что желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, как я всегда говорил, идти только вперед, а я всегда рядом, всегда готов к вам прийти на интервью, я думаю, Рамис меня поддержит, всегда. Товарищ Раднисков? Для меня вообще в этом, в регионе Самарской области, это телеканал номер один, все анонсы, только здесь никакие больше телеканалы, то же самое, как бы, поддерживаю вас, Сергея, да, про цветание и только вперед, как Сергей не скажет. Спасибо большое, я напоминаю, что вы смотрели программу «Диалоги», вместе с нами сегодня были президент Федерации универсального боя России, боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, огромное вам спасибо, и президент Федерации подкратион Самарской области, боец смешанных единоборств Рамист Регулов, огромное вам спасибо, берегите себя, занимайтесь спортом, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!